Традиционный промысел помогает козелардинским рукодельницам превратить свое мастерство в приличный доход. К примеру, 60-летняя Шарапат Кенжеева в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» открыла свою швейную мастерскую. Сегодня в ее маленьком цехе работает 20 человек. Большая часть из них по направлению городского отдела занятости и социальных программ. Тему продолжит Райхан Тажибаева. Жансая Машраб закончила университет два года назад. Но трудоустроиться по специальности смогла только сейчас. По программе «Молодежная практика» получила направление в этот небольшой швейный цех. Сегодня ей предлагают здесь постоянную работу. По специальности я технолог-дизайнер. Всегда мечтала моделировать одежду. Мне повезло. Я занимаюсь любимым делом. Сюда направили на три месяца, а сейчас предприниматель мне предлагает работу на постоянной основе. Это здорово. Я планирую набрать опыт, открыть свою мастерскую и внести вклад в развитие казахстанской легкой промышленности. Таких, как Жансая, в мастерскую Шарапат Кинжеевой 20 человек. Создать трудовые места ей позволила программа «Дорожная карта занятости-2020». В ее рамках предприниматель получила кредит свыше миллиона тенге, приобрела новое оборудование и увеличила объемы производства. Шьем занавес для театральной сцены. Выиграли тендер. Сроки сжаты, но все мастера выкладываются. Спрос на продукцию цеха растет. Очень много заказов на казахскую национальную одежду и на предметы интерьера. Пока справляемся. Главное для нас – качество. Традиционный промысел сегодня помогает рукодельнице превратить свое мастерство в бизнес. В планах у женщины расширить ассортимент и создать у себя в цехе еще десяток новых рабочих мест. Райхан Тажибаева, Ханат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Козларда, 24КЗ.